Подъездные камеры видеонаблюдения – это не только удобство для жителей, но и профилактика правонарушений и помощь в раскрытии преступлений. К тому же, записи с камер помогают быстрее разрешать споры между жильцами. В этом убедились жители домов, управляемых компаниями НКС и Северянка. С конца прошлого года здесь начали устанавливать видеодомофоны. Так как камеры захватывают и парковки, разрешающая способность камер очень высокая. Был случай, когда произошла неприятность между владельцами автотранспорта. Кто-то кого-то там немножко тиранул или прижал. Ну и в результате один обратился в управляющую организацию, информацию достали. И, в общем-то, уже люди потом разбирались в других инстанциях по этому поводу. То есть очень удобно. Жители дома номер 180 по проспекту Красной Армии сами вышли с инициативы установить видеодомофоны и камеру видеонаблюдения в подъезде. В общей сложности сейчас здесь работают 16 камер, а в самом доме стало гораздо спокойнее. Ведь увидеть, кто звонит в подъездную дверь, можно с экрана телефона. А для того, чтобы ее открыть, не обязательно подходить к двери. Приложение, которое устанавливается на смартфон, легко осваивают даже люди старшего возраста. Ну тут учить-то самое простое. Тут учиться-то нечему. Позвонили, посмотрели. Так, кто? Не открыли. Захотели открыть, мало ли. Нет, все нормально. Очень хорошо. Советую всем, конечно. Возможностями системы видеонаблюдения пользуются не только жители, но и управляющая компания. По записи с камер в реальном времени можно наблюдать за тем, что происходит во дворе. Для управляющей компании эта система полезна тем, что я, например, как руководитель компании, имею в своем кабинете доступ к данным видеокамерам и могу отслеживать работу подрядных организаций. То есть я могу проконтролировать, во сколько пришел на работу дворник, уборщица подъездов, как работает техника при уборке при домовой территории. Все это на камеру очень хорошо видно. Сейчас записи с камер дома 180 на проспекте Красной Армии хранятся на сервере в течение шести дней. Но после того, как они будут включены в систему «Безопасный регион», срок хранения записи увеличится до месяца. У полиции, у них в эту программу «Безопасный регион» есть доступ. Они смотрят, к заявлениям обратился человек, они смотрят близлежащие камеры, подъездные наблюдения, неподъездные, рядом какой-то анализируют и делают выводы. Более 1700 административных пронарушений было выявлено благодаря этим камерам. В перспективе администрация рассматривает возможность оборудовать все подъезды камерами, которые будут работать в системе «Безопасного региона». Сейчас в округе действует порядка 800 камер, которые включены в эту программу. Татьяна Мельникова, Дарья Леонова, Антон Коврижных. Программа «События».